Всем привет, с вами я, Дима, и этим летом я отправился к себе в село не так давно, где у меня не было ни компьютера, ни программ для монтажа, естественно, по сути нихуя для работы у меня не было, а если бы и было, то вы бы видели там скорость интернета, пигдец кромешный, конечно, но это я к чему. Пришлось, в общем, выкручиваться и думать, какой ролик сделать на основании того, что у меня уже есть в голове, чтобы проще было написать сценарий. В итоге я решил вспомнить самые эмоциональные моменты в мультах, которые я смотрел в детстве, да, ничего умнее я придумать не смог, поэтому разделить ностальгию со мной, конечно, могут, наверное, только старички практически, потому что, ну, тут одно старье практически. Однако, с другой стороны, молодежи надо знать классику, так что я надеюсь, что меня смотрит молодежь, которая всегда открыта новым знаниям. И начну, пожалуй, с того, что меня и натолкнуло на мысль об этом ролике Тарзан. Не спрашивайте, почему я про него вспомнил, сам себе не отвечу. Может, потому что приехал в место, где цивилизации по минимуму. Короче, я не знаю, у меня просто заиграл мотив музыкальный в голове, и я что-то вспомнил про сцену, где этот мотив и играл. Но о нем чуть позже, об этом мотиве. Сначала по поводу Тарзана. Вообще, сейчас многие, скорее всего, ассоциируют это слово вот с этим чуваком, ведь он был в что было дальше. Кстати, почему его зовут Тарзан? Если знаете, напишите в комментариях, реально интересно. Но не суть. Тарзан, все-таки для меня, в первую очередь, это ассоциация с мультом 99-го года. А так как большинство моих зрителей родилось спустя 20 лет, считаю нужным кратко пересказать вам историю, перед тем, как затронуть ту самую сцену. Начинается все с того, что нам показывают две семьи. Семью горилл и семью людей. Горилла натыкаются в джунглях на леопарда, который уносит жизнь их детеныша. Семья же людей, в свою очередь, терпит кораблекрушение. И судя по следам, которые замечает мать погибшей мартышки, семью людей также уничтожает леопард. Однако, как раз человеческий детеныш остается жив. Горилла забирает его в семью, однако вожак стаи по имени Керчик говорит, что он никогда не станет одним из них. И мое почтение, кстати, за правдоподобность, я там не заметил больше ни одного самца в их стае. То есть, вот этот вот самый Керчик ебет там всех. И вот, на протяжении большей части жизни, Тарзан чувствует на себе презрение со стороны других. Он понимает, что он не такой, как все, но не понимает, почему. Очень схожая история с Форстом Гампом, который явно был не похож на других. Но мать говорила ему, что он ничем не отличается от всех. Тут Кала защищает своего нового ребенка. И вот эта вот материнская любовь, она показывается нам очень часто. От того, та самая сцена и западает в память. Сцена, в которой Тарзан уже понимает, что он является человеком. И в которой Кала показывает ему настоящих родителей. Это что, я? А это мой отец? И моя? И моя? Однако Тарзан, как я и сказал, понимает, что он не такой, как они. Он находит в себе любовь, которая такая, как он. И потому он прощается со своей матерью. Где бы я ни оказался, ты всегда будешь моей мамой. Ну и да, кстати, чтобы вы не грустили на протяжении всего видео, надо посоветовать вам что-нибудь совсем не грустное. Поэтому посоветую-ка я вам Warface. Знают про эту игру наверняка почти все, но только многие представляют ее все-таки совсем не так, как она выглядит сейчас. Потому что со времен запуска игра кардинально поменялась. При этом сохранив в себе те качества, которые полюбили игроки на старте. И что у нас тут из изменений? Во-первых, тут довольно сильно была переработана графика. Во-вторых, постоянное обновление контента. ПВЕ-миссии, ПВП-режимы, новые карты и вечно добавляющееся новое оружие, которое по характеристикам максимально приближено к оригиналу. Также в июне этого года добавили карту Штурм и спецоперацию Блэквуд, которая очень сильно меняет сюжет игры. Ну и плюс ко всему, в Warface появилась система крафта, позволяющая игрокам получать актуально оружие и снаряжение. А по ссылке в описании и моему промокоду Мистери Форс вы сможете получить часть карточек, которые сразу помогут собрать вам первую пушку. Поэтому пользуйтесь и приятной игрой. Был бы, конечно, мой битон вставлять в этот ролик сцену со смертью Муфасы, но... Блин, сцена-то офигенная, поэтому почему бы не вставить хотя бы 10 секунд? Ну вставай же! Пап! Идем домой! Ну вообще, я вспомнил другую, не менее крутую и душевную... Ладно, может быть менее, но все-таки очень душевную сцену. Возможно, вы не замечали, но в мультфильме очень важную роль играет тема круговорота жизни. Это идет как через оповествование в диалогах. Все, что ты видишь, связано воедино и пребывает в равновесии. Ты должен поддерживать это равновесие и относиться с уважением ко всему живому. От крохотных муравьев до быстрых антилоп. Так, я сейчас вынужден на секунду прервать, чтобы не было нарушений за авторские права и... Все, можете дальше смотреть. Ну разве мы не едим антилоп? Едим, Симба, сейчас я объясню. Мы умираем и из нашего тела растет трава. А антилопы едят траву. Так что все мы связаны в этом вечном круге жизни. И также эта тема передается и через визуал, но в сумме это работает в эпизоде, когда Симб покидает Прайд после смерти своего отца. То есть он теряет самого себя, теряет смысл. И обрести ему новую надежду и смысл помогает Рафике. Очень странный персонаж, о котором вообще ничего не известно. Но по сути он тут выступает в роли такого мудреца. Хотя, конечно, не вникая в его реплики, можно подумать, что он обычный ебантяй. И вот когда Симба с удивлением узнает о том, что Макака знает его отца, он догоняет его и тот это подтверждает. Симба же в свою очередь с огорчением говорит о том, что Муфаса больше нет, а Рафике отвечает ему то, что есть. Он жив! Я его тебе сейчас покажу! Ступай за стариком Рафики, дружок! Да, снова кажется, что старик Рафики ебантяй еще тот, но в итоге он приводит Симбу к водоему и показывает ему отражение. Туда! Это не мой отец. Нет. Вклядись, дружок. Он живет в тебе. Вся эта сцена говорит о том, что все, что мы делаем в своей жизни, дает свой отпечаток в истории. Насколько бы незначительное вам не казалось ваше существование, возможно, все-таки мы вносим вклад, даже не понимая этого. Да, я иногда сам могу загоняться по поводу того, что у меня бессмысленная нахуй жизнь, я ничего не добился, но вы можете оставить свой след, просто даже сказав тупо нужные слова человеку или сотворив что-то. Да, вы не обратите на это внимание и вам кажется, что все, что вы делаете, оно бессмысленно и никак не отражается на мире, но это не так. В общем, как вы видите, в себя я эту надежду уже вселил. Спасибо Королю Льву и теперь я не чувствую себя бессмысленным куском дерьма в этом круговороте жизни. Полагаю, для большинства мультфильм Вверх – это в первую очередь история, рассказанная в первых 10 минутах картина, а уже потом все остальное. Причем вот это вот все остальное даже никто особо и не помнит, потому что именно первые 10 минут, они образцовые для кинематографа, и в этих 10 минутах практически без единого слова рассказывается цельная трагическая история, гениально раскрывающая тему потери. И эту сцену не зря многие считают лучшей в копилке Disney, Pixar и в целом мультипликации, поэтому давайте разбираться, что же в ней гениального. Как я и рассказывал в моем прошлом ролике, когда повествование идет через визуал, добавляется куча деталей, и вот деталей тут просто ебнешься. Однако для начала давайте о самой истории. Жил-был мальчик по имени Карл, который был сам себе на уме, который всегда мечтал о каких-то приключениях, и вот однажды он встречает еще более странную девочку по имени Элли. Именно в ее доме он и находит себе первые приключения, наебывается и ломает руку. А проходит время, и дружба перерастает в любовь. Там показывают свадьбу, а после и жизнь, которую герои прожили долго и счастливо. Правда, умерли не в один день. Оказавшись в полном одиночестве, Карл решает воплотить их общую, несбывшуюся мечту, и улетает в их домик их общей мечте. А все, что было дальше, уже на самом деле и не важно. Нас волнует все, что было до. Думаю, практически любой зритель переживет эту сцену вместе с героем, даже не обращая внимания на все вот эти вот многочисленные детали. Ведь он прочувствует эту несправедливость, которую явно не захочет примерить на себе. То есть появляется очевидный вопрос при просмотре всего этого, за что такому доброму человеку достается такой трагичный финал. И от этого эта сцена такая грустная, от несправедливости, от безысходности, которую очень легко примерить на себе. Однако давайте, наконец, о деталях. Вряд ли вы это замечали, но дизайн Карла и Элли является полярными противоположностями. Карл квадратный и грубый, Элли круглая и мягкая, более свободная. Это отражается в кадре, в том числе и через предметы. Квадратные очки, книга, кресло, кружка, лампа. А их общая мечта, воплощенная в их доме, является треугольной серединой, будто бы символ для их общей любви. Этот символизм, он не пропадает и после смерти Элли. Сидя в церкви, Карл окружен круглыми предметами, шарики, цветы, окна. Однако, возвращаясь домой, весь кадр заполнен квадратными фигурами, символизирующими его потерю и полное одиночество. Дом буквально окружен квадратами, которые приближаются к нему все ближе. Но после в его жизни появляется заебистый шкаляр, который полностью обсыпан кругами. В принципе, он сам круг. И вся вот эта метафора отлично завершается, когда треугольный дом, подвешенный круглым шаром, оторвается от земли на фоне квадратных узоров полей. Вообще, начинается вся эта бессловесная нарезка в церкви. В церкви она и заканчивается. Только разница в этих кадрах кардинальная. Если вначале мы видим счастливого и уверенного в себе человека, окруженного кучей людей, его мечта сбылась, и впереди он видит только светлое будущее, в конце мы видим одинокого старика, жизнь которого в один момент пошла под откос, и теперь ничего кроме мрака впереди он не видит. И каким образом создатели перешли к этому мраку? Поначалу мы видим счастливую семью. Они грязят жизнь у райского водопада, они приобретают общий дом и решают даже завести ребенка. При этом сцены нам показаны максимально ярко и красочно, открытое широкое пространство. Все это будто показывает нам, что у пары впереди счастливая жизнь, но спустя мгновение акцент сужается. Вместо открытого кадра, наполненного красками, фокус идет на ограниченный прямоугольник, вне которого полный мрак. Таким образом, создатели рушат мечту героев. Однако они переживают эту трагедию и возвращаются к своей давней мечте, жить у водопада. Карл и Элли откладывают деньги, но жизненные обстоятельства откладывают их мечту. И вот это уже не те молодые амбициозные Карл и Элли, это теперь старики, чья мечта кажется все менее реальной. И наконец Элли умирает, оставив Карла совершенно одного в этом мире, с чувством вины, что он так и не реализовал их мечту. Я не знаю, нахуя я заканчиваю ролик на печальной ноте, когда я уже говорил о том, что он в итоге осуществляет их давнюю мечту. Да, один, но мультик как раз об этом, о том, что жизнь продолжается и любую потерю нужно принимать, но не загоняться в печаль. А на этом все. Не забывайте жать на колокольчик, потому что мои ролики выходят редко. Если вы больше недели не смотрите мои ролики, YouTube их просто не будет советовать вам, поэтому можете канал так потерять. Я понимаю, что это мотивация скорее для меня делать ролики чаще, но не всегда выходит и, как возможно замечаете, сам материал становится сложнее, однако интереснее, поэтому надеюсь, это все оправдано. Ну и да. СДАЙ ЕГЭ! Твои друзья шли тут учебу нафиг! Возьми ее за яйца! И СДАЙ ЕГЭ! СДАЙ ЕГЭ! Продолжение следует...